Эскадренные миноносцы, пожалуй, самый универсальный тип кораблей. Практически ни одно крупное морское сражение 20 века не обошлось без их участия. Самостоятельные боевые операции, высадка десанта, борьба с надводными кораблями, подводными лодками, самолетами и ракетами противника. Все эти задачи эсминцы успешно решают и в наши дни. Эсминцы и фрегаты не зря называют эскортными кораблями. Этот вид кораблей появился не в результате развития тактики морского боя, а в основном по военно-экономическим причинам. И сегодня они в еще большей степени оружие экономическое. Безопасность мировой торговли, колоссальных объемов поставок товаров, грузопотоков нефти – вот что они должны обеспечивать. В случае необходимости эсминцы и фрегаты должны блокировать морские перевозки враждебных государств. Балканы, Ирак, в любых конфликтных регионах эти корабли появляются задолго до начала боевых действий. Вторая половина 20 века – время акселерации, ускоренного и быстрого роста. По сравнению со своими предшественниками, современные эскортные корабли заметно подросли. Новейшие фрегаты по своим размерам и вооружению превзошли эсминцы 40-х годов, а эсминцы – легкие и даже обычные крейсеры Второй мировой войны. Эскадренные миноносцы – самый массовый вид кораблей океанской зоны действий. В годы Холодной войны только у американцев их тираж превысил несколько сот штук. Наиболее грозным типом американских эсминцев стало семейство спрюенсов. Советские военные эксперты считали его полноценным крейсером – более 9 тысяч тонн водоизмещения, 172 метра в длину. На борту 45 томогавков, часть из которых несет ядерные боеголовки. На спрюенсах установили мощную многоярусную систему ПВО. Она состоит из дальних ракет «Стендарт», средних «Си Спэрроу» и артиллерийских зенитных автоматов «Вулкан Феллангс» с скорострельностью до 18 тысяч выстрелов в длину. Всего был построен 31 спрюенс. До сих пор в строю остаются 19 эсминокрейсеров. Некоторым кораблям этого типа удалось сняться в кино. В голливудском блокбастере «Перл Харбор» целями для японских торпедоносцев служили именно спрюенсы. Англичане, французы, итальянцы и канадцы имеют корабли, лишь незначительно уступающие спрюенсу. Для флотов этих натовских стран это не приходь. Их вынпелы и флаги стали привычной частью морского пейзажа в проблемных районах мира. Однако лидером в строительстве эсминцев и бригадов остаются США. ВМС этой страны оснащены самым совершенным эсминцем – Арли Берг. Строительство большой серии кораблей этого типа началось в самом конце Холодной войны. Первый эсминец Арли Берг был передан заказчику в июле 1991 года. За 14 лет со стапелей сошло 38 кораблей ранней и поздней серии. Сегодняшняя цена одного эсминца превышает полмиллиарда долларов. Берки оснащены самым современным оружием и электроникой. Углы рубки сглажены и покрыты специальным составом, поглощающим радиоизлучение радаров. Внутри боевая рубка и важнейшие посты управления, усиленные синтетической броней из кевлара. По защитным свойствам она превосходит стальную. Всего на каждый эсминец израсходовано 70 тонн этого материала. Арли Берг может поддерживать очень высокую скорость до 32 узлов, или 58 километров в час. Недостатком Берков считается относительно небольшой запас хода, всего 8 тысяч километров. Это почти в два раза меньше, чем у его предшественника, Сплюенса. Крупнейшие страны НАТО ведут разработки перспективных образцов кораблей эскорта. Один из самых футуристических проектов эсминца будущего разработали французы. Сверхсовременный корабль «Лафайет» уже построен и проходит испытания в Средиземном море. «Лафайет» создан полностью под технологию стелс. Наклонные грани палубных надстроек, почти полное отсутствие острых углов – главная особенность его внешности. Кроме того, надводная часть корабля полностью покрыта радиопоглощающей краской. Считается, что «Лафайет» будет идеально подходить для скрытных действий в непосредственной близости от противника и для высадки диверсионных групп. Главный калибр эсминца – ракеты «Экзосе» новейшей модификации. «Лафайет» будет обладать беспрецедентной для корабля такого класса дальностью плавания в 16 тысяч километров. Француз будет значительно меньше своего американского конкурента «Арли Берга» и намного дешевле – всего 170 миллионов долларов. Однако почти наверняка цена эсминца будущего будет расти. Луиджи Дюран де Лапен – так звали лейтенанта итальянского флота, легендарного человека-торпеду. И это имя самого большого и современного эсминца Италии. Построенный в 1993 году, Дюран де Лапен обошелся казне в 285 миллионов долларов. Его внешний вид не столь эффектен, как у «Арли Берга» и тем более у «Лафайета», но он также в списке новейших боевых кораблей мира. На нем использованы элементы технологии малой заметности. Вооружение – противокорабельные и противолодочные ракеты «Тезео» и «Милос». Экипаж самый многочисленный на западных эсминцах – 377 человек. Дальность хода де Лапена превышает 13 тысяч километров. Несмотря на усилия Франции и Италии, второе после США место в разработке эскортных кораблей уверенно сохраняет бывшая владычица Мари – Британия. Англичане завершают разработку эсминца новейшего типа. Пока он даже не получил собственного имени, и в документах обозначается просто – проект номер 45. Главной корабль будет сдан флоту Ее Величества в 2007 году. Дальность хода – около 14 тысяч километров. Экипаж – 235 человек. Судя по предварительным данным, его специализацией станет борьба с самолетами и зенитная оборона своих кораблей. На эсминце будут установлены 48 вертикальных установок новейших зенитных ракет А-130. Технология «Стелс» будет для 45-го уже обязательной. Остается только ждать, какие улучшения в нее внесут английские конструкторы. Ведущие флоты мира встречают 21-й век с кораблями, которые будут отличаться от нынешних так же, как линкоры Второй мировой, от паровых броненосцев Тусимского сражения.